всем привет сегодня предлагаю вашему вниманию обзор на запечатку aqua lnx 1986 года но сразу хочу уточниться это уже не запечатка дело в том что первый вариант видео в котором я пырнул эту кассету лезвием безвозвратно утерян при монтаже и поэтому пришлось переснимать начало фильма и кассета уже не запечатка прямом смысле этого слова но когда так произошло ладно перед вами кассета aqua lnx 86 года бушных такая кассета мне ни разу не попадалось а вот запечатки совсем не редкость цена на нее стартует от 1500 рублей на май июнь двадцать третьего года и на мой взгляд она несколько завышена но лично я не сильно увлекаюсь кассетами aqua и поэтому и считаю что 1500 дорого вполне вероятно что это хорошая цена свой экземпляр я купил за 1000 рублей но это кассета позиционируется как с дефектом видите в центре упаковки или на самой кассете но забегая вперед скажу что это просто на упаковке вот такой дефект который и опустил цену с 1500 рублей до 1000 а знаете у кого я так выгодно купил эту кассету конечно у григория а кто такой григорий спросят многие из вас григорий это один из немногих адекватных продавцов кассет на авито и у григория я купил не один десяток кассет уже не раз говорил о нем еще не расскажу в других видео сомневаетесь в моих словах в описании к этому видео вы найдете ссылку на какое-то активное его объявление далее посмотрите его профиль и сравните его цены с ценами других продавцов кроме того если вы решите купить какую-то кассету у григория то в течение 10 дней с момента публикации этого видео вы гарантированно получите скидку она будет персональной для каждой кассеты но точно будет самое главное в этом деле это сказать или написать пароль промокод я от омского и тогда всем будет счастье и радость надеюсь пока я так сильно рекламировал григория в чем не вижу ничего плохого вы успели рассмотреть упаковку со всех сторон до того как я пырнул ее ножичком вернее лезвием она была великолепно натянута без каких-либо волн или вздутий и эту упаковку я оцениваю 8 баллов из 10 а почему я вообще ставлю оценку с удовольствием расскажу в этом видео я решил ввести небольшое ноу-хау оценочную таблицу которая будет называться очень скромно шкала омского и каждая запечатка будет оцениваться мной по шкале от 0 до 10 по четырем параметрам внешний вид упаковки как она натянута как она выглядит в целом четкость текста на лицевой или задней стороне второй пункт оценка комплектации сюда входит материал пластика коробки как выглядит или как сделан вкладыш и стикер если он есть третья оценка это оценка внешнего вида кассеты то есть как она сделана какой у нее пластик по материалу ровно наклеена наклеечка или нет и так далее и четвертый пункт самый важный это лента как она выглядит и самое главное как она калибруется и пишется конечно это будет самая субъективная шкала на свете поэтому она называется шкала омс а не гост 2023 и я с удовольствием обсужу с вами в комментариях нужна ли эта таблица вообще и что в ней стоит скорректировать на этом со вступительной частью можно закончить и перейти к сети эту lnx предлагаю сравнить с ее старшей сестрой aqua hd 85 года это тоже бывшая запечатка и видеоотчет по ней вы найдете в описании к этому видео или в конце будет прямой переход как говорится вскрываем а вернее просто вытаскиваю aqua из упаковки напомню что это сейчас у меня второй дубль и само вскрытие упаковки производилась в первом дубле который безвозвратно утерян я уже доставал из коробочки из пакетика поэтому ну как будто бы это я делаю первый раз уже говорил что упаковку на этой кассете я оцениваю 8 баллов просто потому что я знаю что существует более классной упаковки чем это но и восьмерка это очень и очень хороший результат перед вами вскрытая но уже один раз открытая кассета aqua lnx 60 минут 1986 года дефект который было видно на упаковке под упаковкой на кассете как вы видите абсолютно незаметен него просто нету открываем даже на второй раз коробочка открывается довольно хорошо комплекте кассета вкладыш на мой взгляд вкладыш сделан великолепно не часто встречаешь на внутренней стороне кладыша разнообразие красок обычно все одноцветная серенькая или черненькая еще какой-то здесь же как минимум четыре цвета очень много текста мэдин джома не написано вижу аква все дела вкладыш по материалу но очень хорош в районе 200 грамм сто процентов здесь есть плотность да смотрится прекрасно стикера как вы понимаете нету но он здесь и не должен быть коробка на ощупь и по материалам безупречно абсолютно не прогибается открывается без проблем одной рукой то есть ее не перекрашивает что говорит о том что пластик коробки жесткий коробочка не затерта не поцарапана ничего бывают кассеты запечатки у которых коробки после вскрытия желательно полирнуть здесь такого нету однозначно комплектации я могу поставить 10 баллов то есть коробку и вкладыш я оцениваю максимальной оценкой 10 баллов кассета фирменная аховская формовка корпуса кассеты она у них по-моему идет с 82 года а может быть даже и раньше без каких-либо глобальных изменений формовка в точечку или в квадратик все нет могу разглядеть как здесь правильно может быть преувеличение будет хорошо видно наклеечка ровная на кассете повреждения типа грязи серости пыли не вижу она на пяти винтах под плоскую отвертку тепловой зазор отсутствует язычки все на месте серийник нигде не вижу оценю эту кассету на 8 баллов не выше только потому что сами понимаете существуют более красивые кассеты которые естественно надо будет оценить выше поэтому восьмерку я этой кассете поставлю но это повторюсь очень и очень хороший результат по крайней мере я так считаю лента видим красный насыщенный ракорд такой надо фирменный ракорд у aqua на то время экранчик на месте вопросов не имею корт ракорд ракорд хороший стандартной длины склеечка и лента лента на вид такой ярко выраженный коричневый цвет он не рыжий не темно-коричневый как у т.д.к. он такой аквовский даже на бас не похож у бас все таки ленты потемнее здесь здесь вот такой фирменный аквовский цвет на вид лента никаких вопросов не вызывает ни шершавости не волны ничего не вижу естественно волна она появляется только в ходе эксплуатации на не отрегулированном лпм поскольку это кассета магнитофона еще не видела с ней вопросов нету она не вогнута не выкнута она просто ровная как говорится very good но пока оценку не ставлю потому что надо будет смотреть ее в магнитофоне а вот с aqua ferro color hd 85 года давайте ее внешне сравним кстати корпуса у обеих кассет абсолютно одинаковые те же пять винтов под плоскую отвертку точно такая же формовка один в один никаких различий и аккорд на 85 году такой же лента эти лента по моему отличается да слушайте я вот был уверен что ленты в них одинаковые а ленты на цвет абсолютно разные по гладкости одинаково она цвет точно говорим разные не утверждаю что камера все отображает четко но на полтона 85 год отличается от 86 сто процентов а значит ленты в этих кассетах стоят разные хуже они или лучше по отношению к друг другу сейчас будем разбираться и забегая вперед я хочу все свои вскрытые мной лично кассеты в свою таблицу омского занести то есть я наверняка пересниму такие уже общие ролики по скрытым своим кассетам чтобы их оценить и в эту таблицу занести а значит и эту aqua мне нужно оценить прямо сейчас по кассете по внешнему виду я конкретно этой aqua поставлю девятку потому что внешне она смотрится гораздо лучше чем 86 лнx этот металлизированная красивая наклеечка сто процентов один балл добавляет по коробке и комплектации вот и кассеты тоже самая десятка то и у лнx вопросов нету все великолепно все мне нравится и сама упаковка пленка на те же 8 баллов точно идет то есть на данный момент у aqua 85 года перевес в один балл исключительно из-за внешнего вида самой кассеты тестировать кассеты сегодня я буду накинут 880g прекрасный двухголовый аппарат но пионер еще в ремонте на yamaha индикатор не фотогеничен ну и кем вот для этих целей вполне подходящая вещь если уметь им пользоваться давайте начнем так вот загрузился у нас же включается не сразу прям вот тут фишечка магнитофона хороший солидный магнитофон никогда не включается сразу две-три секунды задержки на прогрев ну типа прогрев всегда есть для начала давайте вспомним что такое aqua тому же она на kenwood не тестировалась но в тесте с пионером когда было скрытие до кассеты вроде бы все было по ней хорошо перемотаю немного вперед и еще меньше назад посмотрим как эта кассета держит 400 герц при нулевых положениях калибровки под магнищивания и уровень пишу на нее 400 герц 0 децибел по шкале этого kenwood а этот kenwood получается настроен 0 на этом kenwood это 250 на на выборов если я правильно все это понял о чем я цифры говорят без понятия ты неважно 0 на входе 0 на выходе никакого разбаланса никакого падения или поднятия уровня но падение или поднятия меня особо бы и не волновало а вот разбаланс до был очень важен но в данном экземпляре как видите никакого разбаланса нету при этом все крутилки отвечающие за баланс они стоят в одинаковом положении а все это только добавляет плюсов вернее она не добавляет минусов этой ленте значит по записи крутилка level останется в том же самом положении а крутилка подмагничивания будет настроена на слух то есть по песне есть много методов настройки подмагничивания кстати может попробовать по 10 килогерц на минус 20 децибел давайте глянем есть такая методика но она как-то мне сомнительно но тем не менее давайте посмотрим в данный момент входящий сигнал 10 килогерц минус 20 децибел по идее если правильно настроена подмагничивания то на выходе с ленты я должен получить те же самые минус 20 децибел что здесь о и здесь все хорошо минус 20 тогда я оставлю крутилку подмагничивания тоже центральном положении я до этого пару кассет тестил по этой же методике и до подтверждаю что вращение крутилки подмагничивания влияет на исходящий сигнал по 10 килогерц а минус 20 децибел но насколько это правильный и точный метод я не знаю поэтому я в любом случае именно эту ленту еще раз перед записью проверю на слух правильно ли стоит подмагничивание нравится мне или не нравится на данный момент aqua 85 года замечаний не имеет но оценка будет выставлена позже потому что надо послушать как она звучит это самое главное aqua lnx 60 минут 86 год та же самая перемотка вперед и назад пишем 400 герц 0 децибел тоже секунд 10-15 и хорош что на выходе и на выходе и по этой кассете по ленте тоже никаких замечаний не разбаланса не падение не повышение уровня не наблюдая вопросов нету давайте глянем 10 килогерц 10 килогерц минус 20 децибел разбаланса на входящий сигнале никакого нету записали посмотрим здесь что-то мигнуло но в целом держится хорошо хотя давайте убавим подмагничивание может быть ну видно было что правый канал слегка прыгает еще раз запишем 10 килогерц и на выходе вот значит зря я загнал минус давайте поставим в плюс бород в плюс 2 вот видите все таки как влияет оказывается пишем еще раз 20 килогерц минус 20 децибел 10 килогерц но подмагничивание без стоит в плюс 2 их не обнулил ладно смотрим теперь вот это положение мне нравится больше потому что здесь ничего уже не прыгает поэтому на nx подмагничивание я поставлю в плюс полтора она hd 85 году было ровно ноль это не хорошо неплохо оценку это не снижает ничего подобного просто она она калибровалась и это самое главное давайте послушаем песню сразу скажу что на песне вы не услышите моего классического стандартного перехода вход и выход потому что это двухголовый аппарат и делать это все ними неудобно и тяжело пусть так вы услышите только уже готовый результат то есть я запишу песню так как считаю нужным это будет значок долби на выходе с ленты по необходимости если будет такая необходимость а это может быть я поправлю баланс естественно крутилки level и bios будут выставлены так как я сказал выше на lmx подмагничивание плюс 2 уровень 0 на hd обе крутилки в нулевом положении если естественно мне то понравится на слух слушаем конечный результат а 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 И теперь в чаю пронзая в вышине Свиневу, синеву Я летала безмятежно, как во сне Наяву, наяву Не боялась ни запретов, ни угроз На земле, на земле Горда возносилась над ковром из роз Все смелей, все смелей Сколько видно чудес С высоты, с высоты Но дороже небес Мне земля, где есть ты Не говори мне так, зачем ты так со мной Ты жизнь недолгая Любовь неречная Глаза закрыл светиль и я слышу голос твой Ты птица гордая Ты птица певчая Я отпускаю тебя Что с тобой случилось, милый друг? Ты устал, ты устал Ты устал А чего тебя пугает вдруг Высота, высота Сколько видно чудес С высоты, с высоты С высоты Но дороже небес Мне земля, где есть ты Не говори мне так, зачем ты так со мной Ты жизнь недолгая Ты жизнь недолгая Любовь не вечная Глаза закрыл светиль и я слышу голос твой Ты птица гордая Ты птица певчая Я отпускаю тебя Не отпускай меня Мне сладок этот плен Ведь ты здесь нежная Не бесконечная Высота не нужны мне Любви твоей взамен Я птица гордая Я птица певчая Но не могу без тебя Я птица гордая Все, что я скажу далее То есть выводы по звучанию каждой кассеты И оценка от 0 до 10 Сделаны после того, как я смонтировал Звуковую дорожку в одно целое И прослушал ее в наушниках И дополнительно еще раз через акустику То есть это мой окончательный вердикт Обе кассеты звучали очень хорошо Никакого разбаланса или потери поднятия уровня Иногда до плюс 4 прыгал индикатор Но это и на исходнике так было Другими словами, как зашло на ленту Так с нее и вышло Отдельно хочу сказать, что метод выставления BIOS По 10 кГц минус 20 дБ Похоже, рабочий метод Потому что я сравнивал на слух Положение крутилки BIOS с тем, что показал тест И полностью удовлетворен результатом Я его еще раз проверю на других кассетах И статистику обновлю Что касается звука с ленты Не могу сказать, что кассеты различались между собой по звуку Поэтому они получают одинаковую оценку 7 баллов Обе кассеты слегка теряют высокие частоты Но не смертельно Тем не менее, это веский повод снизить оценку И поставить семерку Но это очень хороший результат И что касается оценок Представляю вашему вниманию шкалу Омского Это черновой вариант, который я предлагаю обсудить в комментариях Нужно ли это вообще, какие-то критерии оценки добавить или пересмотреть их Давайте обсудим Что касается этих двух Аква То их результаты перед вами Общая оценка Аква HD 34 балла У Аква ЛНХ 33 балла Но повторюсь, что это субъективная шкала, не более На этом сегодня все Напомню, что обе эти кассеты я покупал у Григория О котором говорил выше Покупал их, правда, в разное время Но это не важно В обоих случаях это была весьма гуманная цена Которая всегда у Григория в наличии Благодарю всех за внимание И самое главное, не болейте